ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Почти 10 тысяч человек. Это число погибших в ДТП в России за 8 месяцев этого года. Травмы получили 116 тысяч граждан. В ГИБДД отмечают несколько особенностей 2020 года. Во-первых, это заметный рост смертей мотоциклистов. Во-вторых, существенное увеличение числа аварий ввиду технических неисправностей. Сюда относятся и лысая резина, и глухая тонировка, и неработающие фары и фонари. ТРАССА 101 В этом году в автоавариях на дорогах Кировской области погибли трое детей. Более полутора сотен ребят получили травмы. В основном это пассажиры транспортных средств, информирует управление ГИБДД. По его данным, главным образом, при ДТП страдают дети в возрасте от 4 до 8 лет. Каждый десятый ребенок перевозился без специального автокресла или не был пристегнут ремнем безопасности. Основные причины таких инцидентов – выезд на встречную полосу и несоблюдение очередности проезда. ТРАССА 101 Самый распространенный в России легковой автомобиль – ВАЗовская «семерка». Второе место по данным агентства «Автостад» принадлежит ее сестре – шестерке. Третье – «Ладе» 4х4. Далее в череду наших марок вклинивается «Киарио», а замыкает пятерку лидеров еще одно творение Тольяттинского завода – «Десятка». Следующая пятерка состоит из «Хенде Солярис», «Девятки», «Четырнадцатый», «Форд Фокус» и «Рено Логан». ТРАССА 101 Автобаз озвучил стоимость новой модификации универсала «Гранта Кросс». «Гранта Кросс Квест» – это минимум 638 тысяч рублей. Для сравнения цены на «Гранту Кросс» начинаются от 591 тысячи без учета скидок. Машину отличают черная крыша, колесные диски того же цвета, пластиковый обвес и новые кресла. В начальной комплектации есть «Парктроник» и обогрев лобового стекла. Моторы хорошо знакомые – бензиновые. Восьмиклапанный – 87-сильный, либо 16-клапанный – 106-сильный. Коробка только механика. ТРАССА 101 В Великобритании собираются принять закон, который ужесточит наказание для водителей и виновников смертельного ДТП. В этом случае подданному Соединенного Королевства будет грозить пожизненный тюремный срок. Кроме того, рассматривается возможность внедрения нормы, по которой за неаккуратное вождение, приведшее к серьезным травмам, можно будет загреметь за решетку на срок до 14 лет. Для британского общества добавлю, тоже характерна многолетняя дискуссия о том, надо ли наказывать водителей убийц строже. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...